ЧП в Западно-Казахстанской области под угрозой затопления оказался поселок Чинарёва. Опасность пришла со стороны России. Там на водохранилище размыло плотину и вода хлынула в нашу сторону. Жители поселка ночью экстренно эвакуировали в безопасное место. Сегодня там побывала Ирина Морозова. Передаю ей слово. Небольшой поселок Чинарёва на границе с Россией еще никогда не видел такого скопления спецтехники и людей. Сюда брошены едва ли не все силы областного департамента ПЧС. От соседей пришло экстренное сообщение. На Пустобаевском водохранилище размыло плотину. Вода бурным потоком хлынула в сторону Казахстана. Водохранилище, дамбу которого прорвало вчера вечером, находится всего в 14 километрах отсюда на территории Оренбургской области Российской Федерации. Это старое русло реки Елтышовка. Много лет оно было абсолютно сухим, но вчера буквально в считанные часы пришла большая вода. И она продолжает пребывать. К вечеру в поселке начался настоящий переполох. Спасатели, боясь подтопления домов, приняли решение срочно эвакуировать всех жителей. Кто мог, уехал на своих авто к родным. Одиноких стариков женщин с детьми вывозили автобусом. Всю ночь они провели в школе села Январцево. Соседка прибежала, которая в магазине работает. Вода, вода идет. Собирайтесь быстрее, быстрее. Мы собрались. Постояли немножко, потом пришла Урал. Посадили в автобус, привезли в Январцево, в интернат. Уже все готово. Директор через некоторое время приехал. Сейчас вас находят, напоят и спать уложат. Большое спасибо ему. Спасатели тем временем пытались защитить от воды дома сельчан. К счастью, она в них не зашла, но от некоторых остановилась буквально в сантиметрах. В считанные часы вокруг строений уложили тысячи мешков с песком. Вода прошла в поселок со всех сторон. Это, если взять с северной части, с восточной части и с западной части. И с восточной части вода обошла поселок и обратно зашла через южную часть. Итого, получается, поселок полностью был окружен водой. Российские спасатели сообщили, объем Пустобаевского водохранилища 8 миллионов кубометров. Ширина прорыва плотины 7-8 метров. И оперативно устранить его не получилось. К засыпке приступили только сегодня. Местные, говорят, сильно перепугались. Вода не первый раз к нам приходит. Но это слишком большая вода была. Такой воды у нас еще не было. Была где-то в 1972 году. Но это мы почти не помним. А это большая вода. И с помощью ребят МЧС остановили его. Сейчас за тем, как вода по реке Елтышевка уходит дальше в Урал, наблюдают на трех постах. Уровень начал падать. Людям разрешили вернуться домой. Правда, с условием быть на чеку. И в случае угрозы снова эвакуироваться. Спасатели продолжают следить за ситуацией. А местные жители после большой воды ждут хорошего клева. Самое главное – рыба. Мы уже с директором договорились, что если рыба будет, рыбать будем. Так что мы ему навать не будем. Ирина Морозова, Андрей Сембирев, КТК, Западно-Казахстанская область.